Привет! Вы на канале Django School. Меня зовут Михаил и это 26 урок из курса по Django 3. И давайте сегодня мы с вами реализуем авторизацию и регистрацию на нашем сайте. Откроем консоль и установим расширение Django Allow. Выполняем команду pip install Django Allow. Далее. Переходим в файл URL с нашего проекта и инклюдим accounts include allows.url. Spile reset in spy. Мы должны проверить, что у нас подключен contrib.als и contrib.sites. Также, что site.id у нас установлен. К примеру, в единицу. Далее подключим allows. Подключаем allows и allows account. Далее нам нужно прописать authentication backend. Authentication backend. Django contrib.als.backends.model.backend и allows.account.auth.backends.authentication.backend Переходим в консоль и выполняем команду миграции. allows нам добавил две новые таблицы для наших пользователей. Запустим сервер. Перейдем на сайт. И перейдем по ссылке accounts login. Как видим, у нас не установлен social account и из-за этого у нас высвечивается ошибка. Данное расширение нам позволяет также подключать и вход через социальные сети. Если мы не хотим, чтобы у нас были подключены вход через социальные сети, нам нужно переопределить стандартный шаблон Django laws. Для этого перейдем в наш проект. В директорию templates копируем и добавим шаблоны нашего приложения. Данные HTML шаблонов можно найти на GitHub данного расширения. Ссылка будет в описании. Далее переходим в директорию templates. Аккаунт. Логин. И нам нужно с вами закомментировать все места, где у нас вызывается social account. К примеру, это влод. GetProviders. Перейдем на сайт и обновим страницу. И как видим, у нас с вами появляется форма для кода. Давайте войдем на сайт. И нас с вами автоматически перенаправляет на URL accounts profile. Давайте переопределим данную настройку. Переходим в файл settings. И пропишем настройку login.redirect.url. И укажем на главную страницу. Поставим слэш. Перейдем по URL accounts.logout. Выйдем с сайта. Вернемся на аккаунт login. И войдем на сайт. Как видим, у нас прекрасно перенаправило на главную страницу. Давайте сделаем так, чтобы вход и выход у нас отображался в меню. Перейдем в наш проект. Templates. Include. Feeder. В меню у нас здесь есть с вами ссылка на вход. Давайте данный URL переопределим на ссылку входа. Будем использовать template.tech.url и передадим аккаунт в логин. Обновим страницу. Нажмем на вход. Как видим, нас перенаправляет на главную страницу. Это потому, что мы с вами авторизованы. Давайте сделаем так, чтобы мы могли с вами разлогиниться и залогиниться. В зависимости от этого, вошел человек на сайт или нет, мы будем менять здесь. Меню вход, на выход и наоборот. Итак, если пользователь у нас авторизован, то мы будем им показывать ссылку на выход и, соответственно, слово выход. Если он у нас не авторизован, то ссылку на вход и слово вход. Давайте проверим. Введем выход, нажимаем. Перенаправляется на страницу выхода, выйдем с сайта. Теперь здесь у нас вход. Нажимаем войти. Можем прекрасно авторизоваться. Замечательно. Теперь давайте добавим возможность регистрации пользователя. Если у нас человек не авторизован, мы будем ему показывать ссылку на вход и на регистрацию. Аккаунт. Синап. Перейдем на сайт. Разлогинимся. И, как видим, теперь у нас появляется вход и регистрация. Давайте нажмем на регистрацию. И у нас с вами отображается форма для регистрации. Давайте сделаем так, чтобы мы могли регистрировать нового пользователя. Но, чтобы зарегистрировать нового пользователя, нам нужно иметь подтверждение по e-mail. То, как сделать отправку e-mail на видео, ссылка будет в описании. Мы сделаем с вами, чтобы наша отправка e-mail крутилась в консоли, то есть на нашем бэкэнде. И когда мы будем с вами регистрировать пользователя, у нас он автоматически будет подтверждать твой e-mail. Перейдем в проект. File Settings. И добавим следующие настройки. Аккаунт e-mail confirmation пардей и 1. Количество на дней до подтверждения e-mail. Аккаунт юзернэм мин лэнс. Минимальное количество символов для логина пользователя. Логин URL. И e-mail backend здесь у нас установлен в даме. То есть у нас будет оно крутиться в консоли. Если вы будете отправлять через SMTP, здесь у вас будет установлено SMTP. Давайте проверим регистрацию нашего пользователя. Обновим страницу и зарегистрируем нового пользователя. И видим, что у нас с вами невалидный логин для нашего пользователя. Давайте уберем пробел и еще раз зарегистрируем. Нажимаем Snap. И как видим, нас с вами перенаправляет на главную страницу. И мы автоматически с вами залогинены. Давайте сделаем тэп, чтобы у нас рядом с нашим выходом писалось имя нашего пользователя. Перейдем в Header и добавим тег Span. Если пользователь авторизован, мы будем выводить ему его имя user.username. Перейдем на сайт и обновим страницу. Как видим, у нас теперь отображается имя нашего пользователя. Таким образом, мы с вами реализовали авторизацию и регистрацию на нашем сайте. Если видео было полезно, подписывайся на канал и ставь палец вверх. Будут вопросы, задавай в нашей группе в Telegram. Ссылка в описании. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok